Приветствую вас. Значит, смотрите, если у вас, как вы говорите, болезнь, и кушать вам нельзя, вкусного, ничего, то здесь, соответственно, есть такая тонкость. Одно дело, если вам можно есть все-таки, несмотря на боль, это одно дело. Другое дело, если есть вообще нельзя, в любом случае, никак. Это другое дело. Поэтому, на мой взгляд, здесь имеет смысл определиться сперва вот с этим моментом. Далее. Объективно, объективно, еда вам что-то давала. Еда вам что-то дает. Она вам дает ощущение, например, безопасности. Ощущение может быть счастья. И нужно понять, что именно вам дает еда. И вы тогда сможете довольно легко найти замену. Потому что нет незаменимых средств. Все средства абсолютно заменимы. Все можно заменить. И главное, чтобы вы это реально хотели. Так что, без еды прожить можно, вот, вегетарианцы, яркий тому пример. Вот, все это делается, все это реально. Вопрос, конечно, в том, насколько это реально именно для вас. И насколько, ну, насколько вы привыкли. То есть, вот, то, что вы привыкли, дело, конечно, очень сильно осложняет. Потому что вы привыкли. И это привычка. Это именно привычка. Это именно модель поведения такая у вас уже сложилась. Вот. И, естественно, что сразу от этой модели поведения отказаться вам будет сложно. Ну, и, да, удовольствие будет немножечко другое, безусловно. То есть, оно будет не таким, как вы его получаете сейчас, например. Ну, вот. То есть, это, это тоже довольно серьезно, серьезные изменения. Вот. Но, со временем, если вы, вот, какое-то время не будете получать удовольствие вообще, вы научитесь получать удовольствие от другого. На самом деле, научитесь. Да, не сразу, да, через переживание, через стадии, там есть стадия, скажем, отрицания, потом стадия депрессии, потом стадия принятия и, в общем, после этого вам уже будет легче. Но все эти стадии, все эти стадии, их, в общем-то, нужно пройти в любом случае. Вот. Все эти стадии нужно пройти, так или иначе. Поэтому, да, это реально, это возможно, но вопрос определяется тем, насколько вред наносится вам и вашему здоровью. То есть, вот вы говорите, да, что, ну, вот что делать, терпеть боль и есть вкусно. То есть, в принципе, терпеть боль можно. Вопрос в том, что за этой болью будет идти, вопрос в том, что за этой болью следует. Понимаете? Ну вот. Так что, можно счастливо жить без вкусной еды, можно. Вот и еда, это что такое еда? Это просто вкусовые рецепторы. Это просто вкусовые рецепторы, которые дают вам удовольствие. На самом деле, глубокое удовольствие, более глубокое удовольствие, духовное удовольствие, оно, как бы, превалирует над едой. Еда в этом смысле более такая, более примитивный способ получить удовольствие и более примитивный, может быть, способ получить безопасность. О. Кроме того, никто не говорил, что вам нужно совсем отказываться от еды. И даже в диете можно найти те продукты, которые для вас будут наиболее полезны. Вот. Ну, а что касается просмотра, то вы знаете, да, просмотр это серьезно. Ну, то есть, то есть, вот то, что при просмотре вы не сможете, да, ничего есть. Но, во-первых, как я уже сказал, из набора диеты можно что-то взять. А во-вторых, при просмотре еда редко усваивается адекватно. Вот. И, соответственно, может быть, это даже для вашего здоровья и лучше. А вот то, что вы грустите, если нету чего-то вкусного, это говорит либо, либо о невозможности получить удовольствие другим способом. Ну, может быть, об отсутствии развития на должном уровне духовной вашей сферы. Вот. Либо страха, опасения. То есть, многие люди едят именно из-за чувства безопасности, которая ими движет. Эти вещи необходимо анализировать либо второе, либо первое. И уже исходя из того, какую психологическую картину это имеет у вас, можно будет разбираться, корректировать, давать рекомендации и так далее. Вот. Все реально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.